Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер, и это Marvel Битва Чемпионов, где у нас вышло очередное обновление и добавили, наконец-то, новых мутантов. А именно, Профессора Икса, против которого мы сегодня обязательно поборемся, и Апокалипсиса. В конце видео, по традиции, мы откроем несколько кристаллов, ну а сейчас мы перейдем к самой карте и к самой битве. Биться я буду против него, скорее всего, Хавоком, да вообще всеми персонажами, но больше надежд у меня, конечно же, на Хавока. Вот так вот он появляется у нас эпично, эпично прям. Слушай, а парирование на тебя действует, я надеюсь? Да ладно, ты исчезаешь еще? Так, смотрите-ка, у нас тут аура прям какая-то, и парирование что-то на него не работает. Слышь, ты успокойся-ка. Вау, вау, все, Хавока он разнес. Что-то какой-то сумасшедший мужик. Честно говоря, я не совсем понял, почему он в этом каком-то странном шлеме, блин. О, смотрите, парирование сработало. Посмотрим, как с ним сможет справиться киллмонгер. Давай, киллмонгер. И первую спецуху, которая, к сожалению, прекратила действие кровотока. Вау, поддержка зарядов медиума. Нерешительность, промах. Да пош... Ух ты, нифига себе, вы видели, что он делает? Просто телепортируется. Ах ты, собака. Напоминаю, что у нас у профессора Икс имеется... Ух ты. Бонус класса, потому что он... Мутант. А мой персонаж относится к классу способностей. Ну, к сожалению, на третью спецуху мы не посмотрели. Сейчас, короче, пусть он всех моих разнесет. Потом я их заново... Восстановлю за счет каких-нибудь зелий. Так, ну, смотрите, неплохо на нем... Действует испепеляющий огонь. Даже очень хорошо действует. Так, давай, иди ко мне. Заряд медиума. Дополнительные заряды. Контроль разума. Да нифига, не получится. У меня... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, получилось, блин. Кстати, очень хорошо я снес. Ему за счет испепеляющего огня. Но, к сожалению, он моего... Человека-факела завалил. Как вы уже заметили, у меня в команде появился доктор Вуду. Я его прокачиваю. Перс мне очень нравится. Ох ты. Даже через блок он меня развалил. И у него, кстати, еще 4 каких-то заряда. Такс, давай будем оживлять всех. Команду прям. О, у меня даже есть оживлялочка. Прикольно. Ну, наверное, я не буду прям прокачивать их всех. Кстати, я тут прочитал вроде как. Улучшенные энергетические атаки. Энергетические атаки наносят на 40% больше урона. Да, иди ты в баню. Да хоррэ уже. Да блин, какого фига на тебе парирование не сработало, а? Да вы смотрите, он просто неодержимость успел включить, что ли, какую-то. Я не успел посмотреть, какой был эффект, но очень похоже было на неудержимость. Во время монтажа видоса, посмотрю, что у него там было. Апокалипсис, конечно, выглядит очень эпично. Ай-яй-яй-яй-яй, за что? Это единственный перс, который мог сейчас тебя разнести, блин. Так, давай попробуем доктора Вуду. Посмотрим, как он справится. Относится к классу мистики. Пишите в комментах, кем вы разносили этих засранцев. О, у нас, кстати, неплохо так. Вроде бы регенерация работает. Ну, давай, иди ко мне. Ой, я думал, вот, вот сейчас она взяла, не сработала, и какая фигня появилась на мне. Ай-яй-яй-яй-яй, все. Буквально один промах, и он сносит любой спецатакой или несколькими обычными атаками все моей жизни уже. Так, снова у нас киллмонгер, ну давай, посмотрим. Я заставлю тебя кровоточить, 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 крово... крово... кровочить... блин, крово... 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 чего? Кровоточить, во! Вспомнил, как произносится это слово. Блин, опять всех развалил, кул обсидиан один остался. И не знаю, удастся ли мне с ним справиться. Давайте сейчас попробуем, конечно. За счет пробития брони. Давай. Пробьешь. Неплохо, кстати, снес. Опс. А дальше вон, пара ударов и сносит меня. Мда-да, не ту я команду собрал. Ну, конечно, за каждого персонажа можно научиться играть нормально, а не как это делаю я. Так, а давайте-ка мы реально восстановим нашего человека-факела. Мне кажется, я им смогу в легкую разнести этого засранца. И давайте одно зелье пятого уровня возьмем, чтобы почти полностью восстановить жизни. Человеку-факелу, давай. Делаем, как говорится, ваши ставки. Я думаю, что человек-факел может разнести этого засранца. За счет испепеляющего огня. Ну, вы смотрите, он просто шикарно сносит ему. Правда, я не знаю, что вот эти четыре заряда дают этому засранцу. Давай, иди ко мне. Красота. Вот реально можно было нормально, если бы я не пропускал удары, можно было бы факелом его разнести с первого раза, так скажем. Потому что у меня, в принципе, неплохо получалось, но буквально пропустишь пару ударов или какую-нибудь его спецатаку, все, нафиг, ты трупецкий. Так, далее у нас глава, которую мы пропустим. Итак, дошли мы до Magic. Попробую развалить ее с первого раза существом. Если не получится, то выберу, наверное, человека-факела. Вот зачем я леща последнего от нее получил с тяжелой атаки. Ну, а я думаю, Magic быстро разделается. Давай, подруга. Сейчас она жизнью восстановит, собака. Чуть-чуть, правда. Ой, испепеление. Давай еще одно испепеление сделаем. Красавица. Жаль, вот только оно одно. Это испепеление. Так, лимба сейчас. Давай, чтобы она не так много восстановить успела. Давай вторую спецуху. Умница. Правда, несмотря на это, у меня жизни почему-то отбавляется. Хотя на мне никакого вроде бы эффекта нету. Ты что, подруга? Так, давай-давай-давай-давай. Лимба включишь, да? А я сейчас третью спецатаку включу. Интересно, она с ней справится или нет? 25%, 22%. И сейчас шаурму из мэджика сделаем. 10% оставили. Ну, not bad, что сказать. Опа, на, блин. Ну, смотрите, 90% я и снес. Неплохо. Для меня, так скажем. Вы-то, возможно, без потери вообще эту карту прошли. Но я без потерь не могу! Только что она развалила факела, блин. Которым я хотел завалить ее. Ну, ладно, у нас есть киллмонгер. Есть кулапсидиан. Так что, я думаю, шанс небольшой, но имеется. Так. Сейчас, за счет кровотока мы ее и развалим. Не успела она свою спецуху провести. И Лимба не успела восстановить ей здоровье. Так. Еще одно задание мы прошли. Ну, и следующая карта уже будет посвящена как раз апокалипсису. Пишите в комментариях, интересно ли вам полностью смотреть вот эти все прохождения. То есть полностью карту. Потому что я бы мог все это для вас перемотать. Не проходить. Вот, кстати, зачем я выбрал эту дорожку, непонятно. Куда мы сейчас там отправимся? Против кого мы будем биться? Ага. Так. Ну, давайте вот против стража. Кстати, страж-то у нас какой-то не совсем страж. Это капитан Канада больше. Потому что у нас есть страж, который относится к технологиям тоже. Но он типа против мутантов. Ты слышишь? Да хорэ! Офигеть ты сносишь, блин. Мужик. Мужик, я забыл уже, как с тобой биться. Так. Ну и чё? Чё ты со своим блоком-то? Да ло... Ай, ёкарный бабай. У него ещё была атака. Кстати, атаки не чёшные у него. Мне нравится. Так, давайте ещё разочек пробития брони мы сделаем. А то чё-то распоясался, мужик-то. А? Так, отлично. А вот дальше, короче, ждём вторую спецуху его. Офигеть, блин. Сколько у тебя там пушек-то внутри? Чистая энергия, да, мужик? Так. Ох. В этот раз я не слажал. Оу! А вот это слажал. И ещё разочек. Нет! Один процент, собака, а! Развалил меня. Блогер ты канадский. Так, ну давайте, короче, человеком-факелом, кстати, смотрите. У них похожая стоечка прям. Оба летуны. Давай. Возьмёшь меня, да? У меня парирование и есть мужик. А также ещё и испепеляющий огонь, которым я тебя испепелю. Взял акулап сидя, она мне завалила. В самом начале карты, блин. Минус один персонаж сразу. Так могу только я. Окей. Проходим дальше. А дальше у нас Веном. Венома мы будем разносить. Хаваком, да? Думаешь? Ну давай попробуем Хаваком. Так и быть. О, ёшкин, макарёшкин. Посмотрим, что Веном нам сможет сделать. Так, заряд плазмы есть. Второй спецухой, короче, надо его бомбить. Да? Мы оба с тобой прям в чёрно-белом костюмчике. Так, давай. Не-не-не-не-не. Давай вторую спецуху свою. Не, мужик, ну чё ты там делаешь-то? Вот. Тихо. А вот теперь пошли мы. Давай-давай, ты проводи побольше своих спецатак. Ну ладно, короче, зафигачим ему третью спецатаку. Я надеюсь, Хавак не подведёт и неплохо так разнесёт. Вы видели, да? Вот это урончик. Жаль, я зафиксировать не успел цифру своими глазами. Но зато нам сейчас вон кровоток назначили. Так, тихо-тихо. Давай. Ай, зачем ты в тяжёлую-то пошёл? Он взял и тяжёлую. Я не держал столько свой палец на экране, блин. Ладно, давай, человек-факел. На тебя вся надежда. Походу, ты втащишь всю эту карту. На. Всё, один удар. Отлично. Человек-факел магёт, практикует. Так, дальше у нас... Ястрик, по-моему, или как его? А, Архангел, блин. Совсем забыл персонажей. Так, против тебя чё у нас там не действует-то? К здоровью способности срабатывают на 20% чаще. Невосприимчивость к кровотечению. Зато у тебя невосприимчивости к испепеляющему огню нету. Вот мы тебя этим и будем валить. Да, факел? Не, вот реально факел мне нравится за счёт испепеления. Он просто сумасшедшее испепеление наносит. Чё, серьёзно, что ли? Вот такой вот прям серьёзный мужик? Иди сюда, крылатый. Я тебе сейчас твои крылья подпалю. Летать разучишься. Вот, неплохо, неплохо. Главное, чтобы третью спецуху он не успел. Вот, тихо. Ай-яй-яй, тихо, нет, нет. Собака! Сейчас он меня разнесёт, блин. Нельзя было ему давать, чтобы он накопил энергии для третьей спецатаки. О-о-о-о, всё. Мою имбу вынесли. Так, кем тебя дальше? Ну давай, с существом. Блин, два персонажа. Я ещё даже не дошёл до апокалипсиса. Так. Ну давай, существо. Так и быть, придётся всех заново потом восстанавливать. Ладно, жетоны подкоплены. За счёт, опять же, прохождения вот этих всех карт. Здесь у нас есть сюжет. В этих новых событиях. Вроде как, Профессор Икс находится на какой-то кракуа. То ли планета, то ли это какое-то место на земле, я не знаю. Где вроде как, Железный Человек ищет противоядие специальное, в цветках каких-то. Кто уже успел ознакомиться с сюжетом, пишите в комментах, как вам вообще. Так, ну давай. Ах ты, 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 ты. Кобель. Кобель, хватит. Кобели свои тут распускать. Так, неудержимость есть. Давай. Кто ты задолбал уже? Чё, как быстро энергию копишь? А я сейчас ярость как накоплю. Ты как офигеешь просто. От всех этих... Всё, давай. Сделаем шаурму из кабеля. Существо, видимо, в прошлой жизни работал шаурмистом. И у него была самая вкусная шаурма. Ах ты, блинский. Вы посмотрите, сколько на мне эффектов. Плюс испепеляющий огонь и всё. Кабель всё-таки одержал верх. Жесть. Килмонгер! Ну давай. Ты, я уверен, разнесёшь. Даже несмотря на то, что у тебя не бонус класса. За счёт кровотока. Но на нас уже дегенерация какая-то. Ооо. Всё. Ах ты, собака. Я думал, не успеешь. Не дотянешься, точнее. Так, отбавляются жизни знатно. Но мы сейчас третью спецуху накопим, короче. Да? Накопим третью спецуху? Я хочу его чуть-чуть помять хотя бы. Блин, только плюс 12 к урону. В двадцаточку не успел попасть. Так, отлично. Неплохо разнесли. Так, снова не дать ему накопить третью. Давай, свою вторую выполняй, мужик. Вторую спецуху. Ооо, какого фига, блин? Как ты так успел накопить-то, блин? Я чё-то не заметил. Всё. Всех развалили. Кина не будет, народ. Отключаемся. Электричество кончилось. Офигеть. Придётся всех восстанавливать. Ну давай. Сотню. Ещё сотню, короче. Жетонов просто. Вынь да положь. Пригодится на следующее оживление, так скажем. Давай, Хавок. В битву, мужик. Я уверен, у тебя получится. Разнести этого кобелянского. Развелись тут кабели всякие. Шнуры. Ах ты зачем? Вот, я не знаю, чё-то фигня какая-то происходит с тяжёлой атакой. То есть я вроде бы просто тапаю на правую часть экрана. Блин, собака. Взял засранец и блок поставил во время моей спецухи. Ну всё, наконец-то мы с кабелем разобрались. Передвигаемся дальше. А дальше нас Анжелочка ждёт. Вот она-то меня сейчас и разнесёт. Кого мы возьмём против тебя? Ух, я даже не знаю. Давай, киллмонгером попробуем. Надеюсь на сумасшедший кровоток. Ах, не надо было киллмонгера, наверное, мне брать. Надо было мне брать кулапсидиана. Он, по крайней мере, бы броню ей смог разнести. О, кровоточек пошёл. Пошла жара. Собака, она регенится ещё. Нельзя регенится. Давай вторую спецуху свою выполняй. Ну я ж сказал, выполняй. Всё, всё, всё. А я не дамся. А всё, а всё раньше надо было. Давай, делай. Во, умница. Умница моя-то. Куда ты побежала? Я ещё с тобой не разобрался. Ух ты, тяжёлую чуть не пропустил. Ну давай. Эх, блин, в плюс 12 только попал. Так. Опа. По башке. О, нет. Нет, нет, подруга. Только не делай этого. Ах, собака рана. Всё, сейчас она киллмонгером и его разнесёт. Хотя... Нет. Ай, чёрт, блин. Мог бы, мог бы, если бы блок удержал. Эх. Анжела, Анжела. Ну ладно, давай, натравим на тебя, человек-факел. А я думаю, он без проблем вообще с ней разберётся. Вообще без проблем. Имбочка. Не зря качаю. Надеюсь, он мне как-нибудь попадётся и... Пятизвёздный. Кстати, посмотрим, какие у нас там кристаллы есть в хранилище. Потому что я не помню, но один кристалл четырёхзвёздного вроде бы должен быть. Я до сих пор жду, когда же мне выпадет Железный Человек. Из Войны Бесконечности. Уж больно он мне нравится. Так. Кул Апсидиан. Как раз самое то против Воителя. Потому что Воитель у нас офигевший мужик, который броню себе увеличивает. Ну, я могу, конечно, ошибаться. Я не профи. Спасибо, кстати, за активность по видосам Marvel Битвы Чемпионов. Потому что только ради вас я возвращаюсь в игру. Ну и сейчас ещё поводом возврата в этот файтинг является как раз Marvel Realm of Champions. Потому что то, что сделали Кабам, мне не особо, честно говоря, зашло. Бравл Старс я не сильно жалую, так скажем. Поэтому там я несколько персонажей открыл. Чёрную пантеру пока что не разблокировал, как игрового персонажа. Ох ты, ёшкин, Макарёшкин. Ты, Воитель, ты офигел. Кстати, мне кажется, что Кабам могут поступить так. Улучшить качество графона как раз в Marvel Битвы Чемпионов. Тем самым привлечь новую аудиторию ещё. Хотя, блин, об этой игре, наверное, с 2014 года многие уже успели узнать. И многие смогли понять, что из себя игруха представляет. Но, по крайней мере, в отличие от Raid Shadow Legends, здесь геймплея больше. А так, вы, в принципе, занимаетесь тем же самым. Собираете коллекцию персонажей Marvel. Но здесь, конечно, битвы более тяжёлые. Хотя, фиг его знает. Я в рейде не совсем часто бывал. Так, Хела против Хелы. Не помню, чё, кого брать лучше. Попробуем факелом. Я думаю, беспроигрышный вариант. Вау! С тяжёлой атаки прям решила вступить. Подруга! Она, по-моему, при одном проценте жизни то ли восстанавливает, то ли у неё чё-то какой-то бонус появляется. Не помню. Ну, давай. Разогрей меня, подруга. А лучше вторую спецуху свою выполни, пожалуйста. Пожалуйста. Воу-воу-воу-воу-воу! Топориками. Всякими штуками начала кидаться. А у нас испепеление есть. А оно на тебе работает. А есть ещё парирование. Давай. Давай первую. Ай, зачем? Зачем ты так делаешь? Всё? Ну, давай, короче, третью спецуху проведём. Поднимем себе температуру и потом уже развалим, наверное, за счёт испепеляющего огня. Иди ко мне, моя родная. Моя хорошая хелочка. Так, тихо. Вот. Всё понятно, короче. Лучше от неё отваливать сейчас. Иначе она меня развалит. Собака один процент остался. Ладно, ладно. Давай, существо. Блин, имбу мою разнесла. Собака. А сейчас у неё опять... Видите, вот этот молот Тора нарисованный. Типа, короче, и пофигу вообще все атаки. Но вот эти уже нет. Потому что действие молота закончилось, подруга. Ну всё, давайте мне там апокалипсиса будем разносить. Мне интересно, у него реально вместо рук эти пушки или всё-таки нормальные руки? Выглядит на загрузочном экране он эпично, конечно. Посмотрим, как будет здесь. Ну-с, давай. А нет, всё нормально. Он, кстати, здоровый. Так, чё у тебя там есть, мужик? Атака, плюс сток здоровья. Третья спецуха активирована. Улучшенное кровотечение. Ага, против существа как раз кровоток не работает. Время действия ослабляющих эффектов возрастает на 100%. Предвидение. Так, тут чё-то сложно. Прикончи их. Кровь в воде. Ладно, короче, попробуем сейчас существо. Мне кажется, существо самое то для этого засранца. Здоровый какой. Он здоровее, чем существо, офигеть. Ну не знаю, посмотрим, получится ли у меня его разнести. Ну вы смотрите, он прям реально страшно большущий какой-то. Ты думал, я твою тяжёлую спецуху не смогу остановить? Ах ты, блин. Вот зачем я так сделал-то, а? Ну иди сюда. Ну давай, посмотрим на твою вторую спецатаку. Такое ощущение местами, что этот засранец увеличивается ещё. Давай вторую. Ах ты. Ну ладно, короче, посмотрим на третью. Но предварительно я его второй ошарашу. К сожалению, на него не подействовало оглушение. Посмотрим сейчас на его спецуху. Ну он реально увеличился. Ну такая себе. Третья спецатака, конечно, могли бы сделать и получше. Очень напоминает на спецуху у Мефисто, по-моему, что-то подобное есть. Где он увеличивается. Сначала проглатывает соперника. Выплёвывает. И нифига себе. У тебя против мутантов что-то имеется, что ли? Взял, завалил, засранец. Так, оживление. Давай тебя оживим. Факела. Дальше существушечку. Далее Хавака. И, наверное, Кул Апсидиана. И потом уже командным зелем здоровья я сейчас всех немножечко оживлю. Ну давай. Кул Апсидиан. Посмотрим, как у меня получится им разнести тебя. Ах ты. Тихо, 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 мужик. Ну ты чё так мало жизни? Всё. Обидка. Завалил, завалил. Не успел им ничего ощутить. Так, ну давай факелом попробуем. Посмотрим, как у него с испепелением. Так, испепеление он боится. Ох ты, нифига себе, ты какого фига на меня? Оглушение назначил. А чё с тобой такое, блин? Обалдеть. Только думал, сейчас, наверное, факел его и разнесёт. Ага, конечно. Так, ладно, давай хавок. Хавок, ушик. Ну ладно, хотя бы у него никакой неудержимости нету. Давай хотя бы вторую спецуху накопим. Нифига себе у тебя стволец. Крутанский мужик. Короче, после каждой тяжёлой его лучше всего атаковать. А тяжёлый он, я смотрю, частенько проводит. Вот. И погнали. Давай, хавок, удиви. Не удивил. Ох ты. Что за шарики такие у тебя? Вот это, конечно, последняя атака у него с двух ног. Так себе смотрится. Такая здоровенная туша просто прыгает с приёмом из рестлинга, который чаще всего не тяжеловеса используют. Выглядит так себе. Да блинский ты задолбал уже. Задолбал уже всех моих развалил. Харе. Харе, мужик. Парирование не работает. Он оглушает. На тебе первую спецуху. Один процент жизни. Испепеление тебе. Не успел, короче. Два раза только ловкость сработала, и всё равно он этой пушкой меня снёс. Собака. Так. Кем мы будем тебя доваливать? Не, у меня всё-таки есть надежда на то, что человек-факел смоёт. Только надо бы ему жизней побольше. Давайте вот прям купим. Да, опять затрачиваюсь я, конечно, на эти зелья здоровья. Пишите в комментах, кем вы развалили апокалипсиса. Играю, кстати, на мастере. В самом начале забыл сказать. Ну, я думаю, те, кто давно в игре, поняли. Вау! Слушай, ты вообще... Короче, с ним лучше не играться в парирование. Вот ждать, короче, когда он проводит эту тяжёлую спецуху. Слышь? Мужик, а чё это у тебя со спепелением-то? Я не понял. Давай. Иди сюда. Отлично. Ты чё? У тебя какая-то фигня против испепеления появилась, что ли? Я от тебя сейчас вот второй спецухой. Ага, оглушение сработало. Это уже хорошо. Давай, мужик. Ах ты собака, а! Ну, смотрите, факел всё-таки хорошо себя показывает. Вообще, с большинством персонажей. Единственное, что, наверное, против каких-нибудь чемпионов способностей. Да, факелу не сдобровать. Ну, давай. И погнали, короче. Понятно всё с ними. Через тяжёлую вот эту надо бить. И ещё разочек. Ох ты собака, вот в блок он мне ударил, назначил на меня оглушение и завалил. Тварина, а! Шо ты делаешь? Ну, давай, существо. Ты, я думаю, добьёшь сейчас этого засранца. Потихонечку. Чё тут? 10% у него осталось. Ах ты! Тихо, тихо! Ну, куда ты разошёлся-то, а? Столько ударов мне нанёс. Так, держимся. Нет, всё равно. Даже в блоке он сносит, блин, эти 10%. Офигеть, офигеть. Ну, давай киллмонгером попробуем. Я сомневаюсь, конечно, что что-то получится. Давай, иди ко мне. Ну. Давай, через тяжёлую. Кровоток. Назначится? Не назначается. Ну, понятно, тут у апокалипсиса не так много жизни уже оставалось. Завален этот засранец. Сейчас я получу ещё один ёжик, который я, скорее всего, использую для прокачки доктора Вуду. Так, а это что такое? Кристалл четырёхзвёздного коронного камня. Понятно. Ну что, прошли. Красота. Можно отправиться в хранилище и пооткрывать несколько кристальчиков. Так, кристаллы тут у нас. Давайте с четырёхзвёздного начнём. Прошу, пожалуйста, Кабам. Дайте мне уже Железного Человека. Я хотя бы одного персонажа из технологий буду прокачивать. Напишите в комментах, кстати, кого ещё из технологий стоит прокачивать. Потому что я не знаю вообще никого. Вот Коруус Глефа был несколько раз. Но, блин, мне выпала Паук Гвен. Эх. Хотя до этого был Мистер Фантастик. Или как его там называют из Фантастической Четвёрки. Вернёмся к кристальчикам. Тут у меня может быть где-то кристалл четырёхзвёздного. Да, один есть. И ещё один шанс, короче, выловить как-нибудь персонажа из технологий. А именно Железного Человека. Ну давай, желчел. О боже, блин. Вообще жесть. Чё-то вообще неудача за неудачей. Электро. Электро у меня давно причём прокачано. Так, а у меня там не накопилось на пятизвёздный кристалл? Нет, не накопилось и не скоро накопится. Так. Есть золотой пул-кристалл. Давайте попробуем открыть. Вдруг золотой Дэдпул выпадет. К сожалению, нет. О! Престижные кристаллы есть три штуки. Давайте их откроем сразу. Иииии... Фигу тебе, они четырёхзвёздный. Железный Человек. Из Войны Бесконечности. Эх, к сожалению, к сожалению. Ну да ладно. Что ж, народ, вот я и прошёл на мастере очередную новую карту с двумя новыми персами, которых, скорее всего, я открывать не буду. Мне они не интересны. Но если вам интересно продолжение и ролики по битве чемпионов Марвел, пишите обязательно в комментариях и ставьте этому видосу большие пальцы вверх. А на этом всё. С вами был по-прежнему Фликер. Делитесь видео с друзьями, не забывайте подписываться на канал и, конечно же, бить в колокол, дабы не пропустить новые ролики. Всем пока!